Уважаемые дамы и господа, добрый вечер из студии «Ганновер». В понедельник 26 мая в Восточной Украине пропало 4 наблюдателя ОБСЕ, нейтральной организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Целью этой группы, наблюдателей, которая была отправлена из Швейцарии, было объективно оценить и смягчить обстановку на Украине. Председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Дидье Бургхальтер требует немедленного освобождения наблюдателей ОБСЕ в Восточной Украине. Кому обращено требование Бургхальтера, точно не сообщается. Президент Швейцарской конфедерации назвался задержанием наблюдателей актом саботажа. Кто эти саботажники, так же не уточняется. СМИ сообщают о данном факте очень поверхностно, только в двух-трех предложениях и без указания на похитителей, тем самым они снова умышленно скрывают от мировой общественности то, что в Восточной Украине вновь вспыхнула ожесточенная война. Руководимая и финансируемая США новое правительство Украины устраивает одно кровопролитие за другим. Свободные сотрудники Кляги Маур-Ти-Ви с самого начала находятся на переднем фронте конфликта на Украине. Некоторым из наших корреспондентов приходится укрываться от мощного ракетного огня. Применение данного оружия не могло быть незамеченным журналистами и наблюдателями ОБСЕ. Может быть, именно в этом кроется причина исчезновения четырех представителей? Если они действительно были в пути как нейтральная группа, тогда они увидели все именно так, как об этом с самого начала сообщала Кляги Маур-Ти-Ви. И это, между прочим, могло стать для них жизненно опасной миссией. От начала боев на Майдане Кляги Маур-Ти-Ви показывала, как преступные террористические соединения под защитой американских пострекателей устроили государственный перевал на Украине. Многочисленные очевидцы с места событий указывали на беспрестанную ложь и искаженные сообщения ведущих СМИ. Шаг за шагом мы, как канал, документируем ложь и подстрекательскую пропаганду, направленную на разделение славянских народов. Но СМИ упорно держатся своих неправильных и лживых сообщений. С террористами обращаются как с государственными деятелями, а с законными государственными деятелями как с террористами. Россию по привычке делают козлом отпущение, а истинное положение дел извращается. Все ищущие правду могут просмотреть наши предыдущие передачи о конфликте на Украине. Уделите необходимое время на то, чтобы изучить голос против на Кляге Мауэр Ти Ви. Наблюдайте и сравнивайте сами. Помогайте распространять эти новости как можно больше. Используйте каждую возможность, ведь до тех пор, пока история пишется лживым пером, военное пострекательство и пролитие крови будут все больше разрастаться. Мы переключаемся на студию Нюрнберг и проинформируем вас об актуальных военных событиях в Восточной Украине, о которых умалчивает СМИ. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...